Я сейчас записывала видеообъяснялку о мотивах своего вообще эксперимента. Зачем же я вообще это ввязалась? И поскольку было много дублей, я их, значит, удаляла-удаляла с телефона и случайно удалила утренний фрагмент, когда я демонстрировала сухость горшочков и состояние корневой системы. Ужасно обидно. Здравствуйте, дорогие мои зрители. Хочу это видео записать для того, чтобы рассеять кое-какие недоразумения, которые возникли. Наверное, мне это видео стоило записать до начала эксперимента, но я не знала, что меня превратно поймут. Значит, рассказываю. Эксперимент, который я провожу, он даже не эксперимент. Это просто демонстрация того способа содержания орхидеи, который я практикую. Не на всех растениях, но на очень многих. Причем этот метод, скажем так, это очень громкое слово, метод. Но, скажем так, этот способ, он действенен. Он приводит к наращиванию очень хорошей, здоровой, пуленепробиваемой корневой у моих орхидей. Часто сухое содержание позволяет сдерживать развитие каких-то болезней, которые при влажном содержании давно бы уже добили орхидею. Понимаете? То есть часто это как диета. Это как диета. Да, ты ешь меньше вкусняшек, ты не пьешь алкоголь, ты вынужден, например, подсчитывать количество калорий, если это диета с целью похудения. Понимаете? Но все это делается во благо здоровья и так далее. Так вот, в данном случае, в случае с орхидеями, часто бывает, что долгая просушка и бессубстратное содержание орхидей. Это, ну не сказать, что единственный прям шанс орхидеи на светлое будущее, но это увеличивает шансы ее на выздоровление и избавление от каких-то болезней. Вот, и сейчас мне многие говорят, что зачем ты вообще все это делаешь? Кто-то говорит, зачем тебе пытаться доказать что-то людям, которые все равно не поверят. Вот, кто-то говорит, зачем вы мучаете растения, и лучше бы вы на себе экспериментировали и ставили там опыты, сколько вы можете прожить без воды. Я не ставлю опыты по выживаемости. Я не иду на рекорд какой-то типа 35 дней без воды. Я не мучаю орхидею. Потому что, извините, замученная орхидея, она не выглядит вот так. Посмотрите другие обзоры на ютубе с больными орхидеями, которые вынимаются с гнилыми корнями из какой-нибудь там неудачной закрытой системы, да. Вот, или приходят от поставщиков и продавцов с убитыми корнями. Вот там орхидея, которая мучается, там орхидея в очень плохом состоянии. Можно назвать вот эту орхидею в плохом состоянии, убитую горем от моего обращения с ней? Я считаю, что нельзя... Ой, кстати, извините, я должна зафиксировать время, потому что я этот фрагмент ставлю в свои наблюдения ежедневные за двумя испытуемыми. Я должна была это видео снимать в 2, где-то в 3 часа дня, но, извините, припозднилась. Меня выбило из колеи и вообще из графика сообщение, что мой ребенок в другой стране, которая живет одна. Вот, она вчера пошла с одноклассниками на аттракционы, упала, и теперь она в гипсе, и, короче... И теперь я не знаю диагноз, потому что мой ребенок перевел мне с языка, которым она еще далеко не в совершенстве владеет. Она перевела мне все, кроме основного момента. Так, ладно, это уже мое личное дело. Я просто к тому, что я немножко сегодня выбита из графика. Так вот, сейчас мы сделаем осмотр. Это орхидея очередной за сегодня. Так, торгар, покажись. Так, лист новый. Он не мягче, чем был вчера вечером. Но чуть помягче, чем был сегодня утром. Видимо, стояние ночное возле открытого окна, когда с улицы идет прохлада, дает все-таки возможность немножко напитаться орхидеи, взяв какую-то влагу, возможно, из воздуха. Так, ну это старый лист, старый ожог. Так, корни второй осмотр за сегодня показывают, что ничего не изменилось. Вот ничего. Так, горшок. Сухой. Я, знаете, один из комментариев открыла. Один из комментариев, где мне советуют лучше над собой поиздеваться, а не над растениями. Кое-что я объяснила. Я надеюсь, меня услышали и поняли. И я в ответном комментарии написала, что как только мой эксперимент завершится, я, естественно, напою орхидеи, я ее посажу и год не буду трогать. Но, как бы, знаете, у меня посадка будет какая. Я вот этот лист бумаги уберу, и на этом посадка закончится. То есть я не буду засыпать эту орхидею ни корой, ни пенопластом, ни пробочными, ни бутылочными пробками. И не буду обкладывать, скорее всего, кокосовым волокном. Единственное, я ее как-нибудь закреплю в стакане, в этом или в другом. То есть, возможно, будет кусок пенопласта или большой кусок коры сбоку, чисто чтобы не шаталась корневая. При поливе, когда я буду сливать воду, наклоняя емкость, чтобы просто орхидея не выскальзывала. И я сказала, вот как только закончится мой так называемый эксперимент, я верну ее на место, и я ее полью и не буду трогать. Да, ну, надо вот, как бы, пояснить, что я имею в виду. Я просто оставлю ее в покое в этом же стакане, также без субстрата. Все, этого мы осмотрели. Теперь этого пациента посмотрим. Пациент это так, знаете, ирония. Все нормально с этой орхидеей. Орхидею, ослабленную с плохой корневой, я бы, естественно, не подписала на все это дело. На демонстрацию. Я просто ее поливала так часто, как считала бы нужным. Без показа окружающим. Вот. Но все-таки цель моего видео показать людям, которые считают, что орхидея без постоянного увлажнения корней не выживет. Да, поэтому я выбрала орхидейки посильнее, покрепче. Посмотрите, у нее даже корни не закуклились, хотя эту орхидею я так же часто, почти так же часто, как и первую ту, вынимаю из бокала. Вот. Поэтому никаких издевательств нет. У меня многие орхидеи, еще раз говорю, до апреля-мая прошлого, этого года, когда я все их распродала, они так и росли. В пустых бокалах, с голой корневой и при редком поливе. Единственная разница, еще раз говорю, то, что я их туда-сюда периодически вынимаю. Но вы знаете, в природе орхидеи тоже не живут в абсолютном покое. Их треплют еще какие ветра. Они сгибаются там под действием сильных тропических дождей. Вот если они в таких зонах растут, то, что их там сверху поливаются. Поэтому, извините, никто не гарантирует орхидею в покое, покой, значит, в природных ее условиях. И то, что я четыре раза в день вынула орхидею, показала ее корни, поставила ее обратно, даже не сказывается на росте новых кончиков. Поэтому не надо мне говорить, будто бы я орхидею мучаю. Знаете, если кто-нибудь, благодаря этому видео, немножечко задумается о том, а стоит ли лить в орхидею столько воды, если есть возможность этого не делать, не убивать оболочку вот эту вот под виламеном, которая. Если есть возможность дать орхидею нарастить хорошую, крепкую корневую, при которой, знаете, которой, вернее, не будет страшна никакая внешне агрессивная среда. Но, извините, почему этого не сделать? Почему нужно выбрать именно размачивание корней, ослабление корней и иммунитета растения, а не, наоборот, укрепление этого иммунитета, здоровье и, не знаю, там, обеспечение долгих лет и хорошего цветения в будущем своей орхидеи. Я вот это вот не пойму. Но, в конце концов, знаете, я никого не уговариваю. Я просто демонстрирую то, что у меня происходит здесь, то, как я часто делаю со своими орхидеями. А уж нравится вам это или нет, будете вы пробовать на орхидеях посильнее и попрочнее. То же самое. Будете ли вы к этому стремиться, к вот таким вот корням, или не будете. Или засунете их опять в хлюпающий мох и будете раз в 3-4 дня там поливать, не дождавшись, когда там все просохнет после предыдущего полива. Это дело каждого. Мое дело показать, что вот эти вот частые размачивания орхидеи с хорошей корневой абсолютно ни к чему. Так, наговорила я уже 10 минут. Кошмар. Меня если не остановить, я могу говорить вечно. К счастью, у меня телефон записывает только 11 минут и прерывает вот этот мой словесный поток. Все. Следующее видео я сниму часов в 10 в 11 вечера и, наверное, все. Они будут дважды сегодня вечером снимать. Всем счастливо. Я надеюсь, я пускай субурно, эмоционально и долго, но я донесла свою мысль до вас. Увидимся в эфире в следующие разы. Пока. Так, вечерняя съемка пятница, 22 сентября. Сегодня шестой день нашего эксперимента. Посмотрим, какие изменения произошли. Знаете, что заметила? Когда я снимаю со вспышкой, я вижу, как будто бы светло-зеленые такие пятна или области на листьях. Убираю камеру, я не вижу этого всего. Уже который день замечаю на этом листе, на другом, на других орхидеях. Знаете, как будто бы камера усиливает какую-то, не знаю, пигментацию имеющуюся, которую невооруженный взгляд вообще не замечает. Так, и здесь тоже самое. Где-то я видела такие же пятнышки. Нет? Ну ладно, начнем с этого. Итак, ботва без видимых изменений. С обратной стороны тоже можно поснимать. Так, корни новый. Продолжение старых. Все такое же грязное и сухое дно, сухие камни, сухие корни. Коричневое такое пятнышко, как будто бы чем-то мазнули на шейке или на стебле. Это затек фитоспорин при обработке и присох. Но при общей картине вот такой вот, я думаю, что не стоит гнаться за наведением какого-то порядка и чистоты от препарата. Потому что общие картины страшные, это все равно не изменит. Так, пускай стоит. Этот наш товарищ шестой день держится молодцом. Старые листья. Вот сегодня к вечеру я чуть-чуть чувствую изменение тургора вот в этом листике. Совсем-совсем старый, темно-зеленый, заматеревший пока еще вообще молодцом. Старый лист с этой стороны молодцом. Средний лист вообще как, знаете, как плотный-плотный лист картона. И совсем молоденький листик этого лета, прирост, он сильно стал пластичный. Да. Не могу сказать, что он упадет без подпорки. Вот он пока стоит. Никуда не загибается, никуда не падает. Но он уже начинает клониться туда. Туда. Так, что у нас здесь? Шейка без изменений. А вот в корнях, вы знаете, я сегодня заметила. Сейчас скажу даже на каком корешке. Вот он, ближе сюда, который. Динь-динь-динь-динь-динь. Не знаю, у меня в одной руке орхидея, в другой камера. Как показать? Ну, короче, я вижу такие наметившиеся морщиночки, бороздки какие-то, которые раньше в свете камеры отсутствовали. Вот видно, видите? Как кора у дерева с продольными такими жилками, прожилками. Вот, например, вот этот вертикально расположенный сейчас корешок, часть корня. По нему видно. Еще, знаете, как можно заметить, что корневая наконец начала немножечко подсдуваться, скажем так, подсыхать. первые пару дней я без бумаги держала, насколько я помню, этот фаленопсис. Я его ставила в коршок, и он стоял плотно совершенно. И он оп, а вот сейчас он заваливается сильно, и он входил, не хочет держаться, и он входил с таким заметным контактом корневой системы и стенок горшка. А сейчас стоит усилий его в стоячем положении здесь удержать. Так, контроль. Все сухо. Итак, на шестой день эксперимента вечером я заметила, что корневая чуть-чуть начинает подсыхать. Других никаких видимых изменений я не наблюдаю. так, что сказать, напоминаю, просто утренний фрагмент у меня удалился, когда я зачищала память телефона, у меня телефон начал ругаться, что он уже не может ничего снимать, из одной папки в другую он не может файлы перегонять, потому что я якобы заняла вообще все, почти 100% памяти. И я стала чистить, и у меня один дубль неудачный. Вроде бы удалился, потом смотрю на экране опять он же. я опять кликаю на удалить, а оказывается я удалила предыдущий фрагмент. Я не знаю, как так получилось, то ли они были, ну, заставка, да, картинка изначально настолько одинаковая, что я просто один приняла за другой. Не знаю, я так спокойно, почти до вечера, до обеда. хожу, думаю, вечером смонтирую, начинаю искать и не могу найти, и понимаю, что да, то, что я дважды кликала, это я удалила один файл нужный, второй нет. Вот, ну, на мое счастье, мне не нужно прерывать этот эксперимент и начинать все заново, хотя мне абсолютно не сложно, я уже втянулась в эту рутину. Вот, к счастью, сегодня есть уже изменения, видимые, подсыхают корешки, это говорит о том, что я не мочила, не поливала эту орхидею, потому что, если бы я, например, ночью полила, а утром она бы у меня еще была не просохшая, я бы, например, этот фрагмент удалила специально, скажем так, да, или вообще бы его не снимала, то сейчас бы корешки были все налитые, надувшиеся, как при первых видео, да, вот, так что сейчас прям даже мне на руку что пошли какие-то изменения уже, ага, вот, листик начал немножко загибаться, так, ну что же, я думаю, что до десятого дня где-то мы дотянем с этими фаленопсисами без полива, а потом я уже перестану этим всем заниматься, полью и оставлю их в покое, 10 дней без полива, и прекрасное состояние орхидеи если будет, вот, убедит меня еще раз, хотя я это и так хорошо знаю, скажем так, докажет тем, кто еще сомневается, что если у орхидеи хорошая корневая система, то поливать ее так часто, как мы это делаем, ну, в общей массе, да, совершенно не нужно, потому что представьте себе, что если вы обложили корни мхом, или в кору посадили, или сверху есть, например, кокосовое волокно, которое очень хорошо удерживает влагу внутри горшка, вот, то вот этот вот период, 7-10 дней, которые орхидея выдержала бы вот так вот, да, без полива, можно запросто умножать на полтора, а то и на два, вот, и запросто вот хорошего, в хорошем состоянии орхидеи, с хорошо развитой корневой и без всяких болячек в резомах, шейках, стеблях и так далее, они запросто могут стоять по 15-20 дней без полива, вот, прощаюсь на сегодня, наверное, это все, ну, может быть, еще будет контрольный какой-нибудь контрольный ролик где-то в час ночи, не знаю, посмотрим, если я не усну, я сегодня из-за своего ребенка нанервничалась и что-то у меня в сон клонит и вообще язык уже не ворочается, все, на всякий случай всем спокойной ночи, пойду я отдыхать, всем хороших выходных, пока, увидимся завтра утром,